Многие люди не верят ни в судьбу, ни в карму, ни в случай, ни во что-то другое, связанное с мистикой. Но перед некоторыми фактами из истории теряют до речи даже самые отъявленные скептики. В некоторые исторические совпадения просто сложно поверить. На 10 таких мы сегодня и посмотрим. А если вы на нашем канале впервые, то не забудьте подписаться. Ну и не пожалейте лайка. Поехали! Цутому Ямагути, военный инженер, 6 августа находился в командировке Хиросиме, собираясь уезжать. Но перед самым отъездом неожиданно произошла та самая атомная атака, в результате которой Ямагути получил множество ожогов, но выжил. Он поспешил направиться домой, в родной Нагасаки, где его ждала семья. 9 августа он уже вернулся в Нагасаки, увидел уже знакомую ярчайшую вспышку и успел упасть на землю, не пострадав. Его дом превратился в пыль, но его семья по невероятному стечению обстоятельств в этот момент покупала мази для Цутому и тоже не пострадала. Ямагути, единственный человек в истории, переживший два атомных взрыва. Энтони Хопкинс всегда максимально вживается в роль, поэтому когда ему предложили сниматься в фильме «Девушка с Петровки» по роману Джорджа Файера, он тут же стал искать книгу во всех магазинах Лондона, но нигде не было ни одного экземпляра. Расстроенный актер спустился в метро, где случайно нашел эту самую книгу на скамейке. Позже писатель признался, что даже у него не было ни одного экземпляра, ведь последнего он отдал другу, который забыл книгу где-то в метро. В 1975 году на Бермудских островах таксистом был сбит Лоуренс Эбин, ехавший на мопеде. Невероятно, но за два года до этого тот же самый таксист сбил брата Эбина, ехавшего на том же самом мопеде, причем обоим братьям на момент смерти было 17 лет. Более того, в такси сидел тот же самый пассажир. Если взглянуть на картину Диего Веласкеса «Карлик, сидящий на полу работы 1645 года», то можно увидеть буквально копию знаменитого «Карлика» Тириана Ланнистера в сериале «Игра престолов». В описании картины говорится, что придворный шут «Карлик» отличался любвеобильностью, физической силой и остроумием. Абсолютно то же самое можно сказать про актера Дин Клейджа и его персонажа Ланнистера. Еще одно абсолютно невероятное внешнее сходство имеет итальянский инженер Энсо Феррари и немецкий футболист Миссу Тозилл. Более того, основатель знаменитого автоконцерна умер в 1988 году, а игрок лондонского арсенала родился в этом же 1988 году. Это что, переселение душ в действии? Знаменитый писатель Эдгар По, известный своими мистическими рассказами, по утверждениям современников, в концу жизни начал сходить с ума. Например, он утверждал, что его повесть о приключениях Артура Гордона Пима основана на реальных событиях. В книге «Выжившие в кораблекрушении моряки были вынуждены съесть юнгу Ричарда Паркера». Спустя 46 лет после выхода повести произошло кораблекрушение, после которого выжившим морякам пришлось съесть юнгу, которого звали Ричард Паркер. В 1965 году жители шотландской деревни смотрели в кинотеатре фильм «Вокруг света» за 80 дней. В момент, когда герои фильма садились в корзину воздушного шара, раздался странный треск, явно не из фильма. Оказалось, что на крышу кинотеатра упал точно такой же, как в этом моменте фильма «Воздушный шар». Жизнь писателя Марка Твена можно сравнить с кометой, и это не фигуральное выражение. Дело в том, что комета Галлея пролетает мимо Земли раз в 76 лет. И писатель родился в 1835 году, в день, когда комета пролетала мимо Земли. А умер он в 1910, ровно в день ее возвращения. У судьбы явно есть чувство юмора, и порой он не самый добрый. Южноафриканский астроном Дэнни Дутуа в 49-летнем возрасте читал лекцию о том, что смерть может настигнуть человека в любой момент. По окончанию лекции раздались аплодисменты слушателей. Дутуа радостно закинул в рот ментоловую конфету, затем поперхнулся и погиб. Однажды король Италии Умберто I познакомился с владельцем ресторана, с которым они родились в один день в одном городе, и даже их жен звали одинаково. Через несколько дней после приятного знакомства, король сильно расстроился, узнав, что его нового приятеля застрелили. Только вот огорчение длилось недолго, ведь Умберто был застрелен уже через несколько часов. А что вы скажете о таких невероятных совпадениях в истории? Верите или нет? Пишите в комментарии. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok